сегодня 21 августа 2017 года меня зовут андрей николаевич толстолуцкий я прописан и проживаю по адресу улица веерное дом 42 корпус 1 квартира 90 я предполагаю что против меня проводятся мошеннические действия с целью захвата квартиры которая находится в моей собственности для этого злоумышленники вошли в сговор с собственниками квартиры номер 97 которая находится над моей квартирой и уже в течение длительного времени всевозможными способами отравляют мне жизнь в частности сегодня ночью в течение длительного времени злоумышленники из квартиры номер 97 двигали какие-то предметы на колесах а под утро в пять часов устроили шумовые эффекты которые привели к тому что моему раннему пробуждению все эти действия проводятся уже длительное время сейчас я вызову полицию и посмотрим что из этого получится а здравствуйте сегодня в течение всей ночи и до сего и до этого момента граждане находящиеся в квартире которая находится над моей квартиры где проживаю всю ночь двигали какие-то предметы на колесах и устраивали под утро шумовые эффекты я прошу вас вызвать наря на ряд для проверки кто находится в этой квартире и принять и принять от меня заявление адрес улица веерная дом 42 квартира корпус 1 квартира 90 меня зовут одноподъездный дом моя фамилия толстолуцкий андрей николаевич 13 этаж 90 ключ 2204 толстолуцкий андрей николаевич да это мой мобильный телефон да я на связи нахожусь спасибо итак я вызвал полицию для того чтобы меня приняли заявление и посмотрим в чем в чем какие будут действия со стороны полиции и со стороны злоумышленников которые приезжают вахтенным методом квартиру номер 97 каждую ночь на вахту приезжает новый злоумышленник и отравляет мне жизнь до встречи 21 августа 2017 года меня зовут андрей николаевич толстолуцкий 8 часов 36 минут я вызвал наряд полиции по телефону по мобильному телефону 102 в данный момент время 10 часов 18 минут наряд из УВД Очакова-Матвеевского на данный момент по моему вызову не приехал ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я вызвал наряд меня зовут Андрей Николаевич толстолуцкий И вот, пожалуйста, мой паспорт. Что вас беспокоит? Что беспокоит вас? Пожалуйста, заявление примите. У меня есть бумага, пожалуйста. Пожалуйста, бумага, что вы должны рассматривать это заявление. Да не мы, наверное. Пожалуйста, посмотрите. Ну, давай, кстати, отработайте. Сотрудно-постовая она не рассматривает, она... ВД Очакова-Матвеевская. Значит, сейчас... Сейчас мне начинают угрожать сотрудники полиции на мое заявление, что хотят вызвать психиатрическую лечение. Угрозы? А что это? Это докладывает. Мои старшие руководители... Пожалуйста, докладывайте. Никакой угрозы нет. А в чем я не себя веду, неадекватно скажите? Я вызвал полицию, имею право снимать. Съемка идет прямой в фейсбук. Ничего я не нарушаю, никакие законы. Я вам не говорю, что вы нарушаетесь. Снимайте, ради бога. Пожалуйста, я буду снимать. Пожалуйста. Заявление мое находится сейчас... Вы наблюдались, агент, МД, МД, на участие? Я без адвоката с вами разговаривать не буду. Я вызвал наряд полиции. Вы наблюдались, агент, МД, на участие? Я вызвал по тому поводу, что сегодня, в течение длительного времени, граждане, проживающие в квартире 97, не давали мне спать сегодня ночью всю ночь. Каким образом? Мебель двигает? Они двигают какое-то оборудование на колесах. Я уже неоднократно приезжаю к вам на адрес, так что записывайте это, что вы вызываете. Постоянно двигает мент. Поднимался я на тот адрес, живут адекватные люди, а вот вы каждое время с утра просыпаетесь и начинаете вызывать. Сейчас мое дело находится в следственном комитете, если вы не в курсе, да? Я могу вам показать. Покажи. Пожалуйста. По решению суда, если вы думаете, что это все просто так. Пожалуйста, решение суда. Переведено в следственный комитет. Вот, ознакомьтесь. Дело мое находится в следственном комитете Никулинском, так что можете вызывать. Жалобы отклонены, а дело выделено. Материалы направлены в Никулинскую межрайонную прокуратуру, в Никулинский следственный комитет. А вызываю я, имею право, если мне не дают ночью спать. Вот бумага подтверждающая. А почему вы по факту шума не вызывали? Я вызвал сегодня утром. Я встал, написал заявление... Нет, вы по факту, когда они шумят. Вы как-то вызывали, ложно. Я ночью приезжал, никакого шума не слышал. Вам дверь открывали? У меня не отказы. У меня отказы в жалобе переведено в Никулинскую следственный комитет. В Никулинский следственный комитет переведено дело. Ну все, мы приняли его. Ну паспорт меня дайте. У меня свой есть. Зачем мне ваш паспорт? Значит, вы не могли бы в соответствии с законом полиции... Нет, в соответствии с законом полиции представиться. Представьтесь, пожалуйста, какая ваша должность, номер вашего значка. Мы сняли. Я вас не знаю. Все это видео сейчас размещено в доступе. Я понял. Прямой эфир, он майнер. Пожалуйста, представьтесь. Ваша должность, ваша фамилия. Я сейчас подъеду за этим самым. Представьтесь, пожалуйста. Значит, сотрудник полиции Отказался представиться. Назвать свою должность. Номер значка. Угрожал мне тем, что Пошлет, вызовет психиатрическую лечебницу И направит меня в психиатрическую лечебницу. 21 августа 2017 года Меня зовут Андрей Николаевич Толстолуцкий Я прописан И проживаю По адресу Город Москва Улица Веерная Дом 42 Квартира 90 И также я являюсь единственным собственником Этой квартиры Как я предполагаю Против меня проводятся мошеннические действия С целью захвата Моего жилья Сегодня В 8 часов 36 минут Я вызвал полицию Которая приехала Через 2 часа Произошел инцидент В связи с этим Я хочу сделать заявление Уже на протяжении длительного времени Злоумышленники Которые приезжают Вахтенным методом В квартиру номер 97 По адресу Москва Улица Веерная Дом 42 Корпус 1 Эта квартира расположена Над моей квартирой Злоумышленники приезжают туда Вахтенным методом По-разному Когда на ночь Когда на сутки Когда на несколько дней Не включают свет Не пользуются канализацией И водой В квартиру номер 97 Злоумышленники приезжают Для того, чтобы травить меня Каждую ночь Они После того, как я лягу спать Начинают двигать Какие-то предметы На колесах И устанавливать их На тем местом Где сплю я Сплю я Также они могут Шуметь всю ночь Включать музыку Включать какие-то Аудиофайлы Как я понимаю Производить удары По батарее Кидать тяжелые предметы На пол Это произошло И сегодня ночью То есть они Двигали какие-то Предметы на колесах Не давали мне спать А под утро В 5 часов утра Начали шуметь В связи с чем Я проснулся В связи с этими Обстоятельствами Я решил вызвать полицию Для этого Я написал заявление Вышел на улицу И вызвал полицию Я уже неоднократно Это делал Вызывал полицию И на все мои заявления Полиция Мне давала ответ В письменном виде Который я размещу На своей странице О том, что Полиция Не обязана Заниматься Нарушениями Тишины В ночное время И в этих заявлениях Мне было Указано Что я должен Обратиться В санэпидемстанцию По западному округу Или В Управу Очакова-Матвеевская Что я и сделал Написал заявление О том, что Ночью мне не дают Посторонние люди Спать На это Мое заявление Управа Очакова-Матвеевская Дала мне Официальный ответ Который я размещу У себя На странице О том, что Этими вопросами Должно заниматься МВД А в частности Отдел по МВД Района Очакова-Матвеевская Города Москвы И в связи С этими обстоятельствами Я сегодня И вызвал полицию Как я уже сказал Полиция приехала Через два часа После моего вызова Сотрудник полиции Не представился И сразу Подъехав ко мне По телефону Начал разговаривать С каким-то Абонентом Которому Начал докладывать Что Сейчас Его мы положим В психиатрическую больницу Так как он Постоянно вызывает Наряды Да, я вызываю Наряды Потому что Нарушаются Мои права И я действую Я законопослушный Гражданин Я пишу Заявления Которые Рассматриваются И на которые Мне даются ответы И которые Мы обжалываем В суде Один из таких Ответов Из ОВД Очакова-Матвеевская Был Обжалован Мною В Никулинском Суде И материалы Были выделены Из этого заявления И направлены В Никулинский Следственный комитет Данный документ Я также Выложу Себя на странице Ну так вот О сегодняшнем Инциденте Сотрудник полиции Стал сразу Мне угрожать Что он Вызовет сейчас Психиатрическую больницу А также Что в следующий раз Я не звонил В ОВД Или на 0,2 А звонил На 0,3 Он не представился Не сказал Какую Занимает Должность Не назвал Номер Своего Значка Это видео Выложено У меня На странице После этого Они не провели Никаких действий Они не поднялись На 14 этаж В квартиру 97 И не удосужились Посмотреть Кто им там Кто там проживает На его заявление О том Что они уже Неоднократно Выезжают За все эти Выезды Им не открывают Квартиру Те граждане Которые находятся В квартире 97 То есть Они игнорируют Сотрудников Полиции Не открывают Им двери Сотрудники Полиции Место того Чтобы проводить Действия Согласно Уголовно-процессарному Кодексу Начинают Мне Законно Послушному Гражданину Обвинять Меня О том Что я Психически Нездоров О том Что я должен Вызывать Психоневрологическую Службу Никакие Действия Согласно Своим Должностным Обязанствам Не проводят И на видео Которое Выложено Вы являетесь Свидетелями Этих Правонарушений Я Законно Послушный Гражданин Толстолуцкий Андрей Николаевич Предполагаю Что против меня Проводятся Мошеннические Действия И делаю Все По букве Закона Следите За развитием Ситуации Толстолуцкий Толстолуц